приветствую всех на своем канале в общем задали мне вопрос почему я выбрал кирпич для строительства попробую простым тупым языком объяснить почему научно у меня не получится так как не компетентно простым языком получится значит очень больной вопрос многие смотрят на меня как на дурака когда видят что я строю дом из кирпича некоторые смотрят так знаете делают вид что с пониманием но в душе я думаю что дурак 3 откровенно говоря что дурак сейчас я наберу там директору там силикатного этого завода и он тебе докажет что разнесет конечно я объясняю пытаясь что бля ребята извините меня но у меня хоть какая-то есть там компетентность да в этом этом вопросе у меня там высшее строительное образование грубо говоря но я тебе что должен доказать я с тобой спорить должен что ли или что 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 хотят от меня я не знаю ладно не суть важно перейдем к нашим баранам а именно к сути значит кирпич моем случае силикатный керамический на мой взгляд получше но тут надо тоже сравнивать все это но не суть важно вот у меня силикатный кирпич стены первого этажа там там здесь помещение с мокрым режимом не керамический кирпич там где вот у меня мансарный этаж планируется я буду делать из керамического кирпича опять-таки значит мы не хочу брать заводы какие-то там разные то есть я буду исходить из характеристик материалов которые есть на могилевском косы то есть потому что если например описать что указа бетона количество цикла с циклов морозостойкости там сотня да как некоторые пишут участники ж не любят производить кирпич то его продать тяжелее потому что ну как-то так и произвести его дороже потому что там оборудование банально скорее всего стоит прессы дороже да то есть стоит там блять ну а что этот силикат формочку взял там она этого намешал кинул пудры все оно вспенилось там блять нарезал блять и все у тебя готовый кирпич производства пиздец блять сложно да условно говоря поэтому лаборатории разные может быть там действительно так но вот мы будем отталкиваться из испытаний из лаборатории вот этого нашего могилевского косы и потому что он меня как бы вот они делают кирпич у него морозостойкость там ну подождите почему кирпич долговечнее первое у него большее количество циклов морозостойкости то есть если мы берем наш могилевский косы то у кирпича там от 35 до 75 количество циклов у газосиликатного блока от 25 до 35 циклов то есть уже меньше намного ладно проехали дальше прочность ну в среднем не в среднем а где-то раз в 7 10 раз выше прочность у кирпича всем 10 раз выше прочность ребята прочность понятно да то есть но это блять но пиздец то есть дома там 22 максимум на три этажа можно строить из газосиликата я даже не знаю сколько этажности можно строить из кирпича строят там минимум там 14 этажей думаю строит ну может 9 этажные точно я знаю есть но 14 этажный по моему тоже есть на 10 этажке тоже скорее все есть дальше все покупают газосиликат потому что ну понятно дешевле проще там может даже где-то красивее ну на любителя кому как нравится то есть там кладкой еще что-то там ровнее там неважно проще дешевле ложить проще дешевле доставка дешевле все короче да то есть условно говоря чуть-чуть дешевле все покупают его позиционируют как теплоизолятор суперский какой-то типа у него там низкая тепловая инерция типа бля там коэффициент теплопроводности пиздец вообще там блять низкий но ребята мы берем почему вы берете все время однослойные стены вот почему вы любите однослойные стены однослойные стены это зло я не знаю какие долбоебы распространяют блять миф о том что однослойная стена это благо это хорошо это правильно да то есть я этого не могу понять как это правильно если смотрите я не я спокоен не надо тут а то сейчас подумал что еще дурку вызовут на меня после видео этого не меня я просто пытаюсь быть немножко как-то да на видео немножко как-то эмоции какие-то показывает какие-то там а на самом деле не похуй значит однослойная стена вот смотрите во первых у вас с одной стороны стены будет плюс 20 другая стена если на улице минус 20 на вас будет минус 15 то есть она уже будет в замороженном состоянии находиться там там сто процентов будут . росы то есть у вас блин будет будет в какой-то глубине стены будет такая температура температура в стене такая будет при которой при определенной влажности выпадет конденсат то есть там будет в любом случае . росы то есть она будет постепенно накапливаться там и так далее причем газосиликатный блок хуже выводит влагу да ну кирпичная она тоже плохо уже выводит в фиг с ним короче не керамич лан не суть важно почему однослойные стены это зло почему люди вот ориентируются на такой показатель как теплопроводность это как самый главный показатель как будто бы ну это идиотизм смотрите у вас стена будет уже в замороженном состоянии она уже будет как бы это плохо да хотя с другой стороны мы видим к дома 60-х годов постройки там пятиэтажки в основном 9 этажки из силикатного кирпича и в принципе дома сильно там ничего особо этом ну да кирпич немножко есть немножко что он там попортился немножко но в принципе как бы вполне себе свои свойства прочностные особо не потерял раз там 9 этажей по-прежнему стоят а у нас малоэтажное опять-таки строительство речь идет почему я считаю лучше делать многослойные стены во первых если у нас однослойная стена тут у нас плюс 20 там минус 20 но охлаждение интенсивнее опять-таки происходит снаружи почему потому что вот выйдете например в минус 20 в безветренную погоду штиль все вы выйдете вы там блядь 20 минут вы загорать можете там в горах люди загорают когда ветра нету хотя блядь в горах ветра нету это редкость наверно но условно говоря на солнце мы можем видеть как люди отдыхают да и попробуйте в плюс 10 в сильный ветер там выйти на улицу вы замерзнете быстрее чем в минус 20 вот и то же самое со стеной у вас в помещении ветра нету да то есть он и конечно же есть но он такой слабенький такой вот это вот помещение нежели чем снаружи снаружи у вас в охлаждении идет полное стены быстро моментально и ваши вот эти теплотехнические расчеты я считаю тоже как бы они я думаю что рассчитана на идеальные погодные условия да ветер не учитывается в них почему-то на если учитывался было бы немножко все печальнее я по факту всегда всегда по факту печальнее а если у вас многослойная конструкция то есть у вас есть энергии теплоизолятор то есть он у вас получается так коллега выезжает наверно получил загрузку короче двух многослойности на вас есть пенополистирол каменная вата там не знаю там другой какой-то утеплитель там не знаю что с чем еще утепляет арболитом утепляет вот европе я знаю там чем еще можно неважно короче вот утеплитель какой-то да есть и у вас уже он воспринимает на себя все вот это вот динамические изменения температуры вот выхлаждение вот это он эффективно снижает вот эту тепловую инерцию да вот все у вас все у вас как будто там отсеклось у вас там где-то там через сантиметр теплоизоляции у вас уже нету колебаний температуры при ветре и так далее она там играет на пол сантиметра грубо говоря изменяется там а так все стабильно инертно все там охлаждает ну здание ваше там нет такого что моментально все происходит и получается что у вас уже стена из основного материала который вы не поменяете его сложно поменять а изоляция теплоизоляцию что сложно она клей пену наклеить пенополистирол ну вообще какие проблемы поштукатурить его точнее сеткой перетянуть за армировать тяжело блять ну вы чё идиоты что ли это блять сделала двух дней грубо говоря раз в 20 лет ну и то может быть еще и дольше то есть я не понимаю этого и получается что у нас стена уже не плюс 20 минус 15 если на улице минус 20 а у вас стена уже основного материала это плюс 20 там плюс 10 и у вас вот материал уже вообще никаким образом не подвержен никаким циклом морозостойкости и прочему то есть у вас стена получается вечная например вот эти вот пирамиды да из известняка давайте египетские да то есть сколько они уже стоят тоже прилично там ну конечно вы видите веотревание там что-то тоже есть но они все равно прочность свою сильно не потеряли грубо говоря и ваш дом тоже там через много-много лет не потеряют важно ли долговечность кто-то говорит что я сдохну мне очень до пизды что будут с домом ребята понятно вам до пизды что будут с домом там так далее но вы можете продать свой дом старый понимаете под старостью лет вы можете его продать. А если дом будет уже такой не старый дом, да, а из говна, деревянный дом, да, условно говоря. Я про деревянные дома вообще даже думать не хочу, блядь. И слушать людей про деревянные дома я тоже, блядь, я встречал тоже таких умников, блядь, нахуй. Даже думать не хочу. Но, условно говоря, деревянный дом это трухляй. Он нахуй никому не надо. Будет ваш через там 50 лет. Скорее всего. А кирпичный дом через 50 лет он никак не поменяет своих свойств. То есть фасадик обновил, ремонтик сделал, все, у вас, блядь, вечные вложения. Продал, все. Там, если его не разбомбят, конечно, не все, ничто не вечно под луной, но я вот ехал по Бельгии, и я видел керамические дома 1800 лохматого года, 1860 какого-то года, по-моему, даже. То есть дому почти там 160 лет где-то, да, у нас. Где-то 160 лет дому. Это пиздец. Вы представьте себе, 160 лет в этом доме живут люди не переставая. То есть сколько там поколений было, сколько там, блядь, люди поумирали, поебались, порождались. То есть там, блядь, ну просто это вдуматься, вот этот дом, это, ну... И он стоит, и он стоит, он выглядит на все свои бабки. То есть ничего с ним сильно не критического не произошло. Если фасад кому-то не понравится, краски не понравятся, утеплил, штукатурку нанес, там, декоративную, и все, и у тебя дом, блядь, на тот же миллион долларов, который сейчас стоит построить дом, скорее всего, там где-то, ну, тысяч, наверное, 300-500 минимум. А дома в Бельгии исчисляются тысячами-тысячами. То есть миллионы евро стоят. Вы представляете себе, а вы говорите, мне похуй, я сдохну, а мои дети хай сами ебутся, как хотят нахуй. Ваши дети будут ебаться, никуда они не денутся. Только вопрос, блядь, куда они будут ебаться, да, условно говоря, чтобы выжить. Поэтому тут, я считаю, что все-таки надо тоже свой труд ценить и пытаться его как-то сберечь. Потому что вы вкинете деньги, труды, это, какие-то вот эти газосиликаты и там так далее. То есть, ну, и все. Короче, наверное, надо отсекаться, потому что я сейчас растяну, у меня 20 минут ограничения, я уже тут, наверное, минут 15 напиздел лишнего. В общем, советую строить дом из кирпича. Вот совет, какая-то самая, или из бетона, железобетона, твердого есть, ну, тяжелого, я имею в виду, а не вот спененного, блядь. Вот. Бетон тоже не вечный, конечно, выщелачивание его, коррозия бетона есть. Керамический кирпич, мне кажется, может даже и, блядь, понадежнее будет, чем бетон. Хотя, блядь, это происходит, где-то там через 100 лет, блядь, через 150 лет эти все, ну, опять-таки, среда влияет. Ладно, не будем про бетон, мы не будем. Бетон тоже, короче, стройте дома из железобетона и из кирпича. Вот мой вам совет, и вы не прогадайте. Никогда не делайте однослойные стены, это для лохов, придумали долбоебы. Думайте своей головой, просто представляйте себе, что происходит с материалами, в какой среде, в какой, какая у них эксплуатационная среда. Исходите из этого. Делайте выбор свой, не на основании каких-то маркетинговых, ютубовских видео, еще чем-то, а просто подумайте, представьте себе и подумайте, что для вас первостепенно. Прочность, там, еще что-то, приоритеты расставьте, сможете ли вы набрать свои теплоизоляционные свойства стены, добавив там утеплителя 5 сантиметров, сможете? Такой вопрос, а нахуя тогда вы уменьшаете в 10 раз прочность? То есть, вы что, цель какую преследуете? Вы уменьшаете долговечность, прочность, вы все себе портите, понимаете, вот в погоне за этим говном. Да, пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Да, это правда. Хотя, так подумаешь, действительно, всякие рекламы, вы хотите зарабатывать тысячу долларов в день? А вы хотите зарабатывать пять тысяч долларов в день и сменят вашу жизнь? И ты смотришь, еб твою мать. А потом смотришь, и люди там, аллилуйя, и там, блядь, целый зал долбоебов, которые там, блядь, еб твою мать, исцелил на сцене, блядь, да, то есть, ну и действительно, ты думаешь, блядь, вот долбоебов действительно много. Как я высокомерно ко всем отношусь, конечно, блядь. Да, на меня смотрят, как на идиота, я же, конечно же, я такой человек, что мне, меня переубедить в чем-то как-то, если ты только не обладаешь каким-то, вот, не авторитетом, а для авторитета такое понятие неправильное будет, не обладаешь какими-то такими знаниями, которыми я не обладаю, и при этом я знаю, что ты обладаешь, и тебе, на основании того, что ты ими обладаешь, все-таки прислушиваюсь к тебе, да, тогда меня можно переубедить, но если со мной будет спорить какой-то строитель, там еще кто-то, он меня никогда в жизни не переубедит, даже я к нему прислушиваюсь, я выслушаю его аргументы, но если где-то в каком-то моменте он со мной будет не согласен, никогда в жизни, все, у меня ограничение по видео 20 минут, иначе у меня видео разрывается, мне надо его склеивать, монтировать, короче, я надеюсь, что я 20-минутный не перешагнул, все, всем пока. Продолжение следует...